И еще одна неожиданность этой недели. Интерес к янтарю возник у радикальной партии Олега Ляшко. Так что фактическую коалицию в действующей Верховной Раде вполне можно назвать теперь и янтарной тоже. Копатели с вилами. Так называется журналистское расследование, материалы которого были опубликованы накануне. Якобы в Житомирской области целых 400 гектаров земли могут выделить под добычу янтаря для одной очень радикальной компании. Местным жителям и власти, как обычно это и бывает, обещают золотые горы в том случае, если они не будут мешать. А вот не приведут ли эти обещания к тому, что еще и часть Житомирской области превратится в такой же пустынный мертвый пейзаж, какие уже появились в других регионах, решил узнать мой коллега Алексей Пшемызский. Густой лес, вековые деревья и аисты на столбах. Это заповедник мысловичей в Житомирской области. Однако эти места известны не только своими красотами. Здесь, вдоль реки Уж, залежи янтаря. Когда-то здесь был красивый лес, а сейчас, как видно, только поваленные деревья, засохшие ветки, а вся земля изрыта вот такими ямами. Часто дерево используют, чтобы делать вот такие вот колодцы, ограждать ямы, чтобы не обваливалась земля. Так легче добывать янтарь. Мы едем в село Ушица. Это центр местного нелегального промысла. О том, что творится в лесах вокруг, в селе знают даже дети. Мы уже, и мы идем на чахте. Мы, может, менты, и мы тоже копаем. Милиция копаем? Да, тоже. Тоже? О, дышу, дышу. А я как, на милицейской машине прям проезжаю, Копатыч? Да? Жабачивно тут? Еще, 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 еще помпа мамили. Мы отъезжаем от ребят всего на несколько сотен метров, и тут же натыкаемся на очередной нелегальный карьер. Старателей нет. Возможно, их спугнул дождь, а возможно, о нашем визите кто-то уже рассказал. Часто добытчикам приходится в спешке собирать помпы, а иногда даже оставлять часть украденного. Вот этот небольшой кусочек янтаря мы нашли буквально за пять минут в песке. Эти территории между селами Гулянка, Ушица и Билка, площадью, как 400 футбольных полей, житомирские депутаты решили отдать в аренду. Вот решение облсовета. Право на разработку получила фирма «Экологические технологии и строительство». Ее интересы активно лоббировал местный депутат от радикальной партии Илья Смычок. И оказалось не случайно. Основатель фирмы – киевский бизнесмен Анатолий Капустюк. В 2014-м он баллотировался в парламент по спискам радикалов, но не прошел. Тогда же лидер партии Олег Гляшко назначил его своим личным помощником. Вот с коринсайта Верховной Рады. Неспроста ли депутат-радикал отстаивал интересы фирмы, основанной помощником своего лидера? Мы решили узнать титул головы сельсовета села Билка, Виталия Уманца. Именно в этом здании и зарегистрирована фирма «Экотехнологии». А сам он активно просил отдать территории именно этой компании. Выходит, залежи янтаря ценой в миллионы оказались никому не нужны. Сельский голова уверяет о связи с народными депутатами. Ничего не знал. Эту информацию я также дознаю с новин, но до этого мне ничего не известно. То есть вы его особо не знаете? Не знаю, не особо, не тех людей, кто засновник был. До нас приезжал директор, спілкувался с нами, был на сходе села, презентовал компанию, презентовал методы работы. По словам Уманца, за это решение фирма пообещала инвестировать в развитие села 5 миллионов гривен. Но пока получили лишь 100 тысяч. О фирме «Экотехнологии» мы пытались узнать у депутата-радикала Ильи Смычка, однако связаться с ним не удалось. Не окажется ли, что у нелегальных копателей теперь попросту появится новый хозяин, а лес и дальше будут уничтожать на глазах у местных чиновников и правоохранителей? Из Житомирской области Алексей Пшимыский, Даниэль Косаковский. Подробности недели – телеканал «Интер».